МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Юганск новости. Здравствуйте. В студии Кристина Кочерова и коротко о главном этом выпуске. Подвижное расписание. Как изменится маршрут автобуса 3К? Чем грозит гепатит В? Вакцина – надежное средство от одного из наиболее опасных заболеваний нашего времени. Памятное выступление. Местные акробаты исполнили танец 12 в окружной столице. Автобус 3К со среды начнет ездить по новому маршруту. В целом схема движения останется прежней. Но на перекрестке Парковая-Ленина автобус будет сворачивать в новый аэропорт. Это позволит воспитанникам Кванториума и спортсменам с лыжной базы добираться сюда из отдаленных микрорайонов без пересадки. Правда, теперь заранее переживают жители поселка Звездный. При удлиненном маршруте они будут дольше добираться на работу в центр. Подробности далее. Ольга Иванчик, как обычно, привезла сына до Кванториума на машине. Многодетной маме приходится отрываться от десятков важных дел ради этих занятий. Автобусом из 14-го микрорайона не вариант. Хотелось бы, конечно, чтобы как-то решили эту проблему, чтобы дети смогли добираться. Многие не могут добираться до сюда. Хотели бы многие ходить, но добраться тяжело. У Сергея Лежнева сын добирается на занятия из 16-го микрорайона на двух автобусах. Доезжает не всегда. Он даже, бывало, что пару занятий пропускал, потому что, говорит, вот пойдет на остановку, прибегает обратно, что, говорю, случилось. Говорит, я замерз. И все, вот ребенок возвращается, потому что там долго ждал, к примеру. Может, автобус или уже проехал, или еще что-то там. С 15-го февраля для решения транспортной доступности к Кванториуму муниципалитет вносит изменения в действующий маршрут 3К. В целом, схема движения данного автобуса остается без изменений. На графике она обозначена синей линией. Автобус стартует от остановки 14-й школы и возвращается туда же. Изменения на красном отрезке. С 15-го февраля 3К, двигаясь по Парковой улице, будет сворачивать на улицу Ленина, доезжать до нового аэропорта и снова возвращаться на Парковую. На маршруте запланировано 5 единиц подвижного состава. По предварительным подсчетам, в часы пика интервал движения будет не больше 30 минут между автобусами. В межпиковый период 18 минут. Заезд в новый аэропорт удлиняет маршрут на 3 километра. Жители, узнав о новшестве, уже начали переживать. Не придется ли дольше ждать автобуса? Если будет увеличение по времени, некомфортное, мы добавим еще один рейс. То есть, вот есть 5 автобусов, добавим, значит, 6-й, для того, чтобы межинтервальный период у нас, конечно же, сохранился. Переживают и жители 11-го микрорайона и поселка Звездный. Удлинение маршрута, особенно по пробкам, может привести к опозданию на работу. Как поясняют транспортники, у новой 3К будет подвижное расписание. Для того, чтобы было удобно для жителей города, первые рейсы до 9 часов, они не будут заезжать на Кванториум. Это сделано в связи с тем, чтобы было на работу быстрее добраться. Занятие на Кванториуме начинается с 9 часов. И с 9 часов начнутся заезды до 6 вечера. После 6 вечера снова маршрут 3К будет вставать на свой маршрут без заезда на новый аэропорт, то есть на Кванториум. Подвижное расписание нового маршрута транспортники обещают выложить на сайте администрации и сайте Юганск пассажир автотранс. Кстати, слухи про закрытие пятерки беспочвены. Она продолжит двигаться по своему маршруту. Наталья Платонова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания Юганск. Платить за воду теперь придется каждому. Даже тем россиянам, в чьих квартирах никто не прописан. Соответствующее изменение в законодательстве вступило в силу с начала этого года. Эти изменения уже почувствовали на себе жители домов, которые обслуживают ЖУ-4. Эта управляющая компания одной из первых применила новые меры. Остальные, по словам руководства РКЦ, введут аналогичные правила в феврале. Так, если в квартире никто не прописан и приборы учета отсутствуют, плату за ЖКУ начислят по количеству владельцев. Причем, если хозяин решит добиться перерасчета, наказав, что он проживает в другом месте, вернуть деньги не получится. Аргументы граждан, что они сделали ремонт и счетчик заложили кафелем, на управляющую компанию также не подействуют. Весомой причиной для возврата денег может служить лишь один повод. Это отсутствие технической возможности установки счетчиков. Однако такое возможно лишь в Ветхом жилом фонде. Памятное выступление, посвященное погибшим в автокатастрофе 4 декабря. На выходных в Ханты-Мансийске прошел фестиваль спортивной акробатики. Открывали его совместным номером, посвященным погибшим детям и тренерам Нефтьюганска. Танец «Двенадцати» подготовили акробаты со всего округа. В нем также участвовали выжившие в автокатастрофе нефтьюганские спортсмены. По словам организаторов, это номер о жизни, номер о торжестве детства и свободы. Всего в фестивале участвовали 150 спортсменов из разных городов округа. И в этом году организаторы решили уйти от соревновательного принципа. Нефтьюганск с рабочим визитом посетил окружной уполномоченный по защите прав предпринимателей Николай Евлахов. В течение дня омбудсмен посетил успешные коммерческие предприятия, провел прием по личным вопросам. А вечером встретился с сообществом предпринимателей, чтобы выслушать волнующие их вопросы. В приветственном слове Николай Евлахов отметил, что подобные встречи и активные взаимодействия очень важны. Они помогают понимать насущные проблемы округа в сфере предпринимательства. А это, в свою очередь, способствует их оперативному решению. Просьба не устраняться. Я понимаю, что занятость времени мало. Но, тем не менее, не включаясь в работу, не участвуя в общественных процессах, сложно что-то в жизни изменить. Предприниматели города не упустили возможности пообщаться с уполномоченным и задали давно волнующие их вопросы. Так, например, интересовались эффективностью работы сайта для связи с Евлаховым и спрашивали об открытии общественной приемной в Нефтьюганске. Вопрос обратной связи оказался очень важным для местных предпринимателей. И как раз вот эти бы помощники, как я считаю, могли бы подтолкнуть развитие того вот института наставников, потому что мы все предприниматели, будет какое-то общение. В целом, Николай Евлахов положительно оценил работу социального предпринимательства в городе и даже пообещал ставить Нефтьюганск в пример другим муниципалитетам. Дарья Прокопович, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». 21 век врачи называют веком вирусов. Среди самых распространенных вирусных инфекций есть гепатит В, который проявляется воспалением тканей печени и приводит к очень серьезным последствиям. Однако, это одно из немногих вирусных заболеваний, которое легко предотвратить. Как это сделать, смотрите далее. Элементарные правила гигиены могут частично обезопасить человека от заражения, однако гарантий никто не дает. Так же, как ВИЧ, гепатит В передается тремя основными способами – половым путем, через кровь и от матери к ребенку. Высокая температура и боли в животе – это лишь первые признаки болезни. Может быть рвота, тошнота, общее недомогание, ну и уже разгар заболевания, когда появляется желтуха – это желтушность кожи, это желтушность склер. Но самое опасное, что в этой ситуации страдает печень. В дальнейшем это может перейти в хроническую и самую опасную форму. Это цирроз и рак печени, излечить который практически невозможно. О таких последствиях задумывается далеко не каждый. Нет, нет. Почему? А зачем? Не примывалась? А почему нет? Не знаю. Не хочу. Нет. Почему? Не хочу. Дома сижу с ребенком, с маленьким, никуда не хожу, так что без надобности. На самом деле риск более реален, чем нам кажется. Кстати, в Нефтьюганске были случаи, когда маленькие дети заражались от собственных родителей. Одному из малышей передался гепатит В через зубную щетку взрослого. Ребенок пожевал ее. Я обращаюсь ко всем мамочкам, у кого есть дети и кто, скажем, в скором времени станет мамой, ни в коем случае не отказываться от проведения этой прививки. Она абсолютно безвредна, эта прививка, и дает довольно надежную защиту от этого заболевания. Ставят прививку против гепатита В в три этапа. Выбранный день, через месяц и спустя полгода после первого раза. Как утверждают инфекционисты, вакцина – надежная защита от этого заболевания. Вакцина переносится легко, противопоказаний практически нет. Только реакция на дрожжевые, хлебобулочные изделия вполне легко переносится. Детям делается с первых суток жизни, начиная, то есть совсем крохотным. Поэтому взрослые тем более легко перенесут. И все же, по словам медиков, положительно настроенных к вакцинации граждан гораздо больше. Если есть возможность защититься, то делать это необходимо, считают многие. В молодежи очень много соблазнов, очень много болезней, которых раньше не было, опасных для жизни. Считаю, что надо. Прививались вы от этого вируса или нет, можно узнать в прививочных кабинетах 1 и 2 поликлиник. Саму вакцинацию проходят там же. Режим работы с 8 утра до 6 вечера, перерыв с 12 до 13 дня. Как только в окружной клинической больнице отменят карантин, медики ждут всех желающих на вакцинацию против гепатита В. В Центре национальных культур прошла интеллектуальная игра «Наш дом. Россия», посвященная 50-летию города. Четыре команды, состоящие из русских, узбеков, украинцев и киргизов, показывали свои знания культуры различных народов. Игра бесспорно прошла не зря. Участники не только узнали больше о различных нациях, населяющих наш город, но и освежили знания о достопримечательностях Нефтьюганска. Местные диаспоры удивляли своими знаниями. Казалось, что игроков нельзя застать врасплох ни одним вопросом. Турненская ковра качества прославлена тем, что они ценятся так же, как и персидские ковры. Чем старше ковер, тем больше его, скажем, ценности. Нефтьюганск – многонациональный город. Поэтому очень важно, чтобы все нации жили дружно и уважали традиции не только своего народа. В нашем городе, как выяснилось, проблем с этим нет. Что русские, что узбеки, украинцы или киргизы показали свои разносторонние знания. И, конечно же, толерантность. Наша цель – чтобы мы держались вместе, дружно. И было всегда с другими нациями, чтобы всегда жили дружно. Мероприятие украсили творческие выступления воспитанников Центра национальных культур. Это превратило игру в настоящий праздник. И представители различных наций в очередной раз убедились, что между ними много общего. Например, страна, в которой они живут, которую любят. Дарья Прокопович, Денис Смолев, телерадиокомпания «Юганск». Далее сводка происшествий за минувшую неделю от пресс-службы ОМВД. А у меня на этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас нефтьюганский». Делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23-77-47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.